Приветствую вас! Диана Арбенина не всегда была Арбенина. Ее родная фамилия Кулаченко. А родилась Диана в Белоруссии, в Минской области. Что касается детства певицы, оно было достаточно оживленным. Родители ее были журналистами, и они много ездили по стране в поисках интересного материала. Вместе с ними в поездках была и маленькая Диана. После окончания школы Диана поступила в институт в Санкт-Петербурге на факультет филологии. Будучи студенткой, она начала писать песни и выступать с ними на студенческих вечерах. Арбенину не перестают подозревать в нетрадиционной ориентации. Ей приписывали роман с другой исполнительницей, Зимфирой. Поводом для этого стали их совместные выступления и хвалебные высказывания Дианы по поводу творчества коллеги. Но певицы не давали комментарии и не опровергали возникшие слухи. Есть информация, что все же один раз певица была замужем, и ее мужем был Константин Арбенин. Именно от него досталась эта фамилия Диане. Близкие друзья Дианы рассказывают, что этот брак был фиктивным. Девушке нужно было получить прописку в Санкт-Петербурге, а Константин решил помочь решить этот вопрос. Константин Арбенин родился в Ленинграде, там прошло его детство и юность. Он был необычным мальчишкой. Когда его сверстники играли в футбол или войнушку во дворе, то он предпочитал читать книги. Любовь Константина Арбенина к творчеству, которую он питал с самого детства, позволила ему найти себя во многих направлениях. Вместе с написанием текстов к песням он писал прозу и стихи, и даже произведения для детей. Поначалу его литературные произведения печатали в журналах с малым тиражом, которые выходили неофициально. Но популярность рассказов Арбенина росла, и они уже публиковались в официальных изданиях. Константин работал и на радио, был ведущим авторской программы, а также он собирал и музыкальные группы. Свою личную жизнь Арбенин старается не афишировать. Долгое время поклонники думали, что Константин и Диана Арбенина – брат и сестра, но позже тайна была приоткрыта. Оказалось, что Диана и Константин были женаты, но это были не романтические отношения или бурный роман. Просто музыканты не раз пересекались на разных музыкальных мероприятиях и подружились. Именно по дружбе Константин и помогал девушке, когда ей нужна была питерская прописка, а для ее получения необходимо было пожениться, что они и сделали. Для Дианы Арбениной брак с Константином был единственным, пусть эффективным. Константин разрешил Диане оставить его фамилию. Она более звучная, чем Кулаченко. И он даже предположил, что, возможно, Диана прославит его фамилию. Впрочем, это и получилось. Ну, а сейчас у Арбенины есть двое детей-близнецов – мальчик и девочка. Известно, что она воспользовалась услугами анонимного донора. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин